Из всех планет Солнечной системы человек способен выжить лишь на одной земле. Остальные сотрут тебя в порошок, используя самые изощренные техники умерщвления. Будь то чудовищное давление в сотни земных атмосфер, адская жара, исчисляющаяся тысячами градусов, или убийственный холод, превращающий сверхпрочные металлы в иневую труху. Сегодня мы побываем на всех девяти планетах, вращающихся вокруг нашего Солнца, и узнаем, какой будет человеческая смерть на каждой из них. По причине близости к Солнцу, полет к Меркурию является одним из самых неудобных и ресурсозатратных. А чтобы оттуда вернуться назад на Землю, придется развить невероятную скорость, дабы преодолеть огромную солнечную гравитацию. Но ведь мы прибыли сюда умирать, верно? Возвращаться домой никто не собирается. Наиболее вероятной причиной человеческой смерти на Меркурии стали бы критические температуры. Высадись ты на дневной стороне и жаришься заживо при температуре около 430 градусов. На ночной же превратишься в замороженную тушу, потому как отметка термометра здесь опустится до минус 200 градусов. Вдобавок ко всему, атмосфера Меркурия никак не спасет тебя от разрушительной солнечной радиации, превышающей земной показатель в 7 раз. Предположим, ты провел точные расчеты и высадился прямо на границе дня и ночи, так называемой зоне терминатора, попав при этом в пригодный для жизни диапазон температур, когда адская пекла дня еще не успела сменить лютый холод ночи. Но и тогда ты проживешь здесь не более 1-2 минут. Атмосфера у планеты предельно разреженная и на ее поверхности практически вакуум. Кровь, содержащая несчетное множество пузырьков кислорода, начнет закипать через полминуты. Ты потеряешь сознание от нехватки кислорода и еще через пару минут скончаешься от банальной гипоксии. Планета, названная именем прекрасной богини любви, отнюдь не поспешит оправдывать свое название в отношении новоприбывшего путешественника. Напротив, Венера жесточайше расправится с тобой за считанные секунды. Из-за мощного парникового эффекта температура планеты поднимается до отметок превосходящих меркурианские и достигает более 470 градусов. Причем ее суточные колебания весьма незначительны. Это означает, что ты попросту сгоришь заживо. Но любвеобильность Венеры на этом не заканчивается. Атмосферное давление, превышающее земное в 93 раза, превратит внутренние органы в самый настоящий фарш. Атмосфера эта почти на 97% состоит из углекислого газа. А это значит, что известная поговорка «перед смертью не надышишься» как нельзя кстати подходит к суровым венерианским условиям. Воздух здесь очень плотный, не пропускающий солнечный свет. Скорее всего, тебе будет тяжело даже пошевелиться перед смертью. Похожие ощущения ты бы испытывал, если бы оказался в Тихоокеанской воде на глубине 1 километр. Вот только в Тихом океане нет температур в полтысячи градусов. Не там и раскаленных потоков серной кислоты, а здесь есть. Они обрушиваются на планету нескончаемыми дождями, и их испарения поднимаются над поверхностью Венеры смертоносными туманами. Поэтому, оказавшись в цепких лапах богини любви, будешь сожжен запредельной температурой. Кожа и внутренние органы разъяс серная кислота, а невероятное атмосферное давление вызовет страшнейший коллапс кровеносной и дыхательной систем. Как ни странно, Марс, нареченный именем бога войны, проявит к путешественнику несколько большую благосклонность, нежели пресловутая богиня любви. Красная планета позволит даже какое-то время полюбоваться своими пейзажами, правда, недолго. Основная проблема здесь – отсутствие пригодной для жизни атмосферы. Как и на Венере, большая часть атмосферы Марса состоит из углекислого газа, но на Красной планете она чрезвычайно разрежена. Давление у поверхности в 160 раз меньше земного. Климат куда менее суровый, чем на двух предыдущих планетах, а в средних широтах и на экваторе он может показаться даже весьма приемлемым. От минус 50 градусов зимой и до плюс 20 градусов летом. Но не приближайся к марсианским полюсам, особенно в зимнее время. Столбик термометра покажет здесь минус 155 градусов. В итоге максимальная продолжительность жизни на Марсе будет зависеть от способности задерживать дыхание. Дышать здесь нечем, а поэтому продержишься ты в лучшем случае не более двух минут. Но если даже у тебя с собой имеется кислородный запас, скоро визит старухи с косой на марсианские взгория неизбежен. Из-за критически низкого атмосферного давления кровеносная система продержится не более 10-15 минут. Нарушится работа системы обратной связи, что приведет к серьезному изменению давления в малом круге кровообращения. Остановке мозгового кровотока, гипертоническому кризису и инсульту. Если это покажется мало, черное дело закончит марсианская пыль и радиация. Первая состоит сплошь из гидрооксида железа, ферригидрита. И оседая в легких и слизистых, поспособствует их скорейшему разрушению. Радиация же практически никак не сдерживаемой разреженной атмосферой вызовет тяжелую форму лучевой болезни. Итогом которой станут радиоканцерогенез, генетические изменения и иммунные болезни, которые так или иначе приведут к летальному исходу. Если уж планеты земного типа оказали столь враждебны к человеку, то что говорить о газовых гигантах, которые по своей конституции больше напоминают самые настоящие звезды. Первый из таких гигантов – Юпитер, крупнейшая планета в Солнечной системе. Его масса почти в два с половиной раза больше масс всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Громадная планета встретит тебя хлебом и солью еще на самом подлете к ней. Дело в том, что Юпитер обладает невероятно мощными радиационными поясами, состоящими из электронов, чей энергетический потенциал оценивается приблизительно в 20 мегаэлектронвольт, что в 30 раз превышает летальную дозу радиации для человека. Если каким-то образом тебе удастся добраться живым до верхних слоев атмосферы, то на скорости 180 км в час пронесешься через ее слои, температура которых составляет минус 150 градусов. Поскольку газовые гиганты на вроде Юпитера сплошь состоят из газов, то твердой поверхности, где можно было бы спокойно приземлиться, здесь нет. А потому ты будешь как бы погружаться все глубже и глубже в недра планеты, пока не доберешься до самого его центра. В определенной области, где атмосферное давление будет в 10 раз превышать земное, находится точка, которую астрономы, шутя, называют точкой комнатной температуры. Столбик термометра показал бы здесь 21 градус, но выйти наружу и вдохнуть полной грудью юпитерианского воздуха не выйдет. Окружающая среда почти полностью состоит из водорода и гелия. Ты окажешься в облаках, состоящих из токсичного для человеческого организма аммиака, который станет причиной воспаления дыхательных путей, потери сознания и смерти. Мало того, здесь бушуют ветра, скорость которых достигает 600 км в час. Космический шаттл будет метать, как сухой осенний лист, пока тебя не занесет в один из гигантских газовых вихрей или в аппарат не ударит молния, коих в местной атмосфере тысячи. Мощность юпитерианских молний такова, что одной вспышки хватило бы на энергообеспечение целого земного города. Поэтому смерть от попадания такого электрического заряда в корабль была бы мгновенной. Ну а если ты каким-то чудом все же добрался до центра Юпитера, тебя прихлопнет давление в 45 миллионов раз превышающее земное и температура, которая здесь выше, чем на поверхности Солнца. Как бы ни был Великий Юпитер, звание самой красивой и величественной планеты по праву носит Сатурн. Но красота эта обманчивая жизнь на Сатурне явно не покажется тебе сказкой. Условия здесь не сильно отличаются от юпитерианских. Атмосфера, состоящая на 96% из водорода и на 3% из гелия, абсолютно непригодна для нормальной жизнедеятельности любого биологического вида. Так же, как и на Юпитере, здесь гуляют ураганы, однако их скорость достигает каких-то совершенно немыслимых значений – более 1800 км в час. Такие ветра попросту разорвут на части космический аппарат, да и тебя в придачу. Никуда не делись и молнии, мощность которых превосходит земные в тысячи раз. Верхние слои атмосферы Сатурна даже холоднее, чем у Юпитера. Температура здесь доходит приблизительно до минус 175 градусов. Но если ты каким-то образом выжил и продолжил путь в недра гигантской планеты, то попадешь в самый настоящий бурлящий и кипящий ад, в котором твое тело распадется на атомы. Температура здесь в ядре достигает почти 12 тысяч градусов. А давление во многие миллионы раз превосходит давление атмосферы на Земле. Поэтому, как и на Юпитере, смерть на Сатурне была бы мгновенной. В отличие от своих собратьев Юпитера и Сатурна, Уран и его сосед Нептун относятся к категории ледяных гигантов. Как и у газовых гигантов, атмосфера их состоит в основном из водорода и гелия. Однако на Уране и Нептуне отсутствует так называемый металлический водород, образуемый в недрах планет в результате громадных давлений температур, вырожденную форму водорода. Вместо этого здесь присутствует лед в его высокотемпературных модификациях. И это новшество ты сможешь оценить по достоинству. Смерть на Уране можно было бы охарактеризовать как леденящую. Температура верхних слоев атмосферы здесь составляет минус 225 градусов, что уже недалеко от абсолютного температурного нуля. Любой, даже самый прочный защитный скафандр треснет от такой жестокой стужи. И за миг до превращения твоего тела в сосульку, тебе придется напоследок полной грудью вдохнуть морозного воздуха, состоящего из водорода, гелия и метана, чертовски непригодного для дыхания смеси. Ну а если ты каким-то образом приобрел перк 100% устойчивость к заморозке, то Уран и здесь приготовил для тебя сюрприз. Наиболее удаленный от поверхности части атмосферы термосфера и корона по не совсем понятным астрономам причинам разогревается до температуры 520 градусов. Следовательно, тебя сначала как следует поджарить, затем тебя ждет низкотемпературная дезинтеграция, а далее по мере приближения к ядру планеты, то, что от тебя останется, вновь будет разогрето. Только теперь уже до температуры в 5000 градусов. По меркам планет-гигантов, температура ядра Урана считается невысокой. Ну и этого хватит с лихвой. По своему составу Нептун до боли напоминает Уран, и уровень комфортабельности местных условий живо напомнит предыдущую планету. Греченная термосфера и ледяная тропосфера, нижние слои которой достигают отметки в минус 220 градусов, вот наиболее вероятная причина смерти путешественника на Нептуне. Главным отличием между планетами будет метеорологическая активность. Если Уран считается относительно спокойной газовой планетой, то на Нептуне скорость ветров достигает запредельных отметок почти в 2200 километров в час. Площадь одного такого шторма, передвигающегося по поверхности Нептуна, может превышать 80 миллионов квадратных километров. Даже если не брать в расчет безумный холод, то попав в такой шторм, ты не проживешь и нескольких секунд. Корабль разлетится на части, а тебя попросту расплющат о металлическую стенку шаттла. Мало того, перегрузки, вызванные попаданием человеческого тела в подобный ураган, достигали бы десятков джи, и твой организм такого попросту бы не выдержал. Вопрос о том, считать ли Плутон полноценной планеты или нет, до сих пор открыт. Тем не менее, мы просто обязаны попробовать умереть и здесь. Иначе, как говорится, гештальт останется незакрытым. Как и в предыдущем случае, смерть здесь наступила бы от холода. Температура на поверхности планеты составляет рекордные минус 238 градусов. В таком холоде не выдерживают даже самые прочные сплавы и металлы. Поэтому на какое-то время тебя бы спас лишь скафандр из полимерных морозоустойчивых соединений. Однако спустя время пришел бы в негодность и он. Экстремальный мороз, помноженный на критически низкий уровень давления, вызванный разреженной атмосферой, в считанные секунды вызвал бы гипотермию и разрушение кровеносной и нервной систем. Через 30 секунд вся клеточная жидкость в теле превратилась бы в лед и наступила бы смерть. Но даже если скафандр собирали не в Китае и тебе повезло продержаться дольше нескольких минут, то спешу тебя разочаровать. Из-за отсутствия нормальной атмосферы ты был бы расстрелян дождями из множества мелких метеоритов, которым в условиях космического холода не составит труда нанести серьезные повреждения вначале костюму, а затем и тебе. Вот кажется и все, похоже ничего не пропустили. Ах да, забыли же для порядка упомянуть родную землю, ведь здесь смерть тоже никто не отменял. Мало того, на земле старуха с косой с особым размахом демонстрирует нам свою изобретательность и творческий подход, но испытывать ее земные методы на себе мы все же, пожалуй, не будем. Да и тебе не советую, ведь кто-то должен оставлять комментарии и ставить лайки под этим видео. А когда в следующий раз, вглядываясь в звездное ночное небо, ты размечтаешься о космических путешествиях, вспомни о страшной участи, которую уготовила тебе каждая из далеких планет, скрывающих свою истинную суть под красивым именем римского божества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok